Всем привет. Друзья, сегодня общая тема про метавселенную. Моя задача показать вообще, к чему ведет и вредит метавселенная. Вот вы как предприниматель, как основатель бизнеса себя здесь возможно увидите, потому что есть прогнозы, как эта ниша будет развиваться в будущем. Соответственно, моя задача в рамках отведенного времени 30 лет. Меня зовут Жекенч Алексеева, я тебя приехал в 14 лет. Я запускал стартапы, несколько стартапов были проданы. С 2021 года я основатель NFT-мон метаверс, и по всей дне мы занимаемся разработкой и мштубированным этого проекта. Я хотел бы сначала ввести вас вообще в тему метавселенной. Кстати, поднимите руки, кто вообще на глубоко нырял с понятием метавселенной, что это такое. Отлично. Хорошо. В основном это игровые проекты, да? Но что такое метавселенная на самом деле? Это соединение физического и виртуального пространства. И это очень многие проекты выпускают, потому что это достаточно сложная технологическая тема, которая в себя, по сути, включает практически все отрасли разработки, экономики в том числе. По поводу рынка метавселенной, что вообще следует ожидать? Вообще, по прогнозам крупных аналитических агентств, в том числе McKinsey, Джеки Морган, Citibank и так далее, то есть рынок метавселенной к 2030 году будет насчитывать порядка 5-13 триллионов. И вот вы посмотрите на цифру 2023 года, 49 миллиардов. То есть вы можете посчитать просто капитализацию, да? То есть сколько иксов этот рынок потенциально может сделать. Соответственно, рынок растет, и благодаря этому, ну и, соответственно, появляется большего заботчика, больше проектов, и вообще, ну, больше людей, которые так или иначе входят в этот рынок. Какова работа, да, и нет, ну, вообще, почему меня активно не сделают метавселенную? За основу взяли четыре паттерна, то есть капитализация. Взяли четыре паттерна, капитализация рынка метавселенных, то есть общая катализация индекса метавселенной, рост стоимости токенов, если мы берем блокчейн и крипторынок, и рост стоимости недвижимости метавселенной. И вот если взять все эти паттерны, объединить, да, и, соответственно, прогноз составляет, да, там, порядка x20-x100, то есть это в ближайшие два года. Вот поэтому те, кто рассматривает глубоко эту тему, активно инвестируют, потому что это не просто догадки, да, это математически просчитанные модели. Почему вообще метавселенная? Какая эволюция интернета была? Вы, скорее всего, много раз видели этот слайд, да, когда мы проходили через обычный веб, веб-2, в котором мы сейчас находимся, и метавселенная, это веб-3, да, то есть это максимальное погружение, децентрализация вообще вовнутрь контента. Ну и, соответственно, метаверсия как раз-таки про это, потому что на данный момент, как правило, веб-3 проектов как таковых очень мало. В основном это веб-2 надстройками, скажем так. Перед вами, в принципе, ну, я надеюсь, здесь видно, схематическое изображение открытой метавселенной. То есть структурно можно понять, то есть что в себя метавселенная включает. Вот, ну, тоже сфотографируйте, на самом деле очень интересно, потому что, ну, я просто по отзывам, по вот всему, то, что я замечаю, слышу, я понимаю, что очень много ребят именно в IT-сфере находятся, и, ну, этот слайд будет очень полезен, потому что, ну, как IT-компания, вы можете тоже рассматривать эту схему для того, чтобы, ну, скажем так, масштабировать свою деятельность либо там находить новых заказчиков, потому что все больше и больше людей приходят в эту отрасль и, как правило, заказывают разработку. Основой сейчас для метавевсов является вообще NFT. Мы привыкли, да, потому что NFT – это правило изображения, видео, гифки, 3D-объекты, но на самом деле сейчас NFT – это огромное количество ниш. Ну, простые примеры, да, то есть продажа товаровых услуг, оказание медицинских услуг, это финансовые услуги и так далее, и так далее, то есть перечень огромен. И количество ниш, которые используют NFT и динамические NFT, все больше и больше растет. Про динамические NFT сейчас скажу. Признаки метавселенной. Есть основных 5 признаков, да, первый признак – это существование в реальном времени. Вот, как правило, сейчас многие проекты развиваются таким образом, что как только я покидаю, как бы, отключаясь от экрана монитора или телефона, Аватар перестает существовать, да. То есть его нет. Но в реальной метавселенной Аватар продолжает с помощью ЧВИ, оно продолжает свою жизнедеятельность, и даже автономно вам может зарабатывать деньги, делать какую-то деятельность и так далее. Число пользователей, то есть метаверсии не ограничено ее. То есть нет такого, что пространство, ну вот есть комната, да, сюда набилось 500 человек, и все больше не вмещается. На самом деле программно-проширяемая среда, то есть чем больше людей, тем больше, скажем так, это пространство растягивается. Следующий момент – это совмещение реального виртуального мира с помощью, там, арагула, да, скажем так. Эта штука тоже один из признаков, то есть важно обращать на это внимание. И самый важный момент, что пользователь максимально владеет контентом. То есть, ну, по крайней мере, большинство проектов к этому стремятся, к тому, чтобы действительно обладать, чтобы собственность была у пользователя. И разработчики, да, допустим, метаверсы, к этому, ну, скажем так, вы не имели никакого доступа. Как сейчас используют вообще метавселенные на данный момент? То есть, как первые, ну, кто увидел, да, перспективы метаверсов? Это предпринимание. Что это? Это симуляция рабочих пространств, структуальный офис. Вы, наверное, видели сейчас много новостей, да, по поводу того, что некоторые банки, либо некоторые крупные компании уже, в принципе, строят виртуальные офисы. То есть, в основном, это уже используется, да, в основном для рекламных целей. Но в дальнейшем, да, там, с появлением искусственного интеллекта все больше и больше виртуальных офисов будет принимать, ну, на примере Дубай, реальных людей. Вот, то есть, там, те же сервисы госуслуг и так далее. То есть, это все будет проходить через виртуальные офисы. Продажа NFT, ну, мы все об этом знаем, да, многие этого, скорее всего, касались уже. Ну, и рекламные площади. Это тоже первое, на что обратили внимание, потому что количество виртуальных пространств становится все больше и больше, пользователей появляется больше, соответственно, больше рекламных площадей, больше просмотров. И сейчас отдельные стартапы пилят вообще автономные решения для того, чтобы делать, ну, в принципе, как на примере Google АДС, да, с размещением рекламы. То есть, это уже тоже, ну, существует. Проведение мероприятий. Это вообще уже оно обычное явление. То есть, даже я на нескольких мероприятиях участвовал в виде спикера. То есть, ну, очень удобно. Ты сидишь дома, выбираешь любого аватара, который, в принципе, сегодня такое настроение, да, аватар такое, завтра другое настроение. Аватар совершенно другое. Вот при этом снимаются определенные психологические барьеры. Ну, к примеру, да, не все люди готовы, ну, выступать вживую, скажем так, да, потому что по психологии, да, живое выступление иногда приравнивается, ну, к, ну, в общем, психологическая нагрузка очень большая, не все готовы ходить и рассказывать это вживую. Но если это делает аватар, если не видно моего лица, если голос можно поменять, и так далее, то есть это все становится намного проще. И плюс, ну, в принципе, залы можно собирать абсолютно любые, локации можно делать любые, ну, и так далее, и так далее. Преимуществ очень много. Тематические парки, то есть люди собираются по интересам, бизнес-интересы, социальные интересы, развлечения и так далее. Музейные, спортивные события, модные показы, это тоже уже существует. The Central Line, Sandbox чаще всего это сейчас используют, допустим, модные показы. Они сейчас каждые два месяца, то есть рекламные кампании делают, проводят там выставку 3D, нежели всевозможные. Некоторые кампании уже внедряют в механики, где можно, в принципе, по мере определенную 3D-речь, потом вживую ее обучить, в живом воплощении. То есть эти механики тоже уже существуют. Одна из самых важных вещей, на которые я хочу обратить внимание, это рабочие места. То есть по анализу тех же аналитических агентств, первое место, причина, почему люди вообще заходят в метавселенную, это финансы, это поиск работы. Потому что аудитория меняется, возрастные категории меняются, и метамерсы за собой несут очень много новых профессий, о которых мы, в принципе, даже не представляем. Но простой пример, да, Роблокс там выделил, к примеру, 400 тысяч долларов для того, чтобы нанять парадокс виртуальных сутоковников. Ну, то есть вроде бы смешно, да, но вы простите меня, 400 тысяч долларов. То есть мальчики, девочки, мужчины, женщины разных возрастов сидят, стремлюют кусты, деревья, делают красивые какие-то виртуальные там строения, ну, из растений, да, там, фигуры, и при этом получают живые деньги, живые зарплаты. Обучение – это то, что сейчас тоже активно используется. Появляется все больше и больше комплексов, соответственно, все больше и больше IT-площадок, которые занимаются обучением. И так как я уже ранее говорил, что метаверсия – это расширяемое пространство, все больше и больше людей там появляется, появляется много новой аудитории. Соответственно, аудитория, которую можно обучать. Уровень принятия решения, то есть человек, во-первых, на 60% точно задерживается в виртуальной пространстве, чем просто там за скайпом, да, там, в том же гид-корсе или в другом сервисе по обучению. То есть гораздо проще происходит это погружение. Поэтому обучение – это то, что сейчас тоже активно развивается в метавселенных. Здравоохранение. В Японии уже были проведены операции, операции на сердце, то есть, как это, примерно, воды. Есть виртуальная пространство, есть дочеркологическое оборудование, есть консилиум специалистов, которые находятся в разных местах, в разных странах. Операция проходит удаленно, естественно, есть ассистенты, которые это все, ну, скручивают, скажем так, но, в крайней мере, это уже реальность, это уже тестируется. Соответственно, телемедицина – это тоже, вот, один из нюансов, как эта история будет развиваться. Виртуальные копии городов. Ну, про Дубаевы же, наверное, слышали, да, что они там все больше и больше внедряют, значит, эти технологии. Порядка 40 тысяч мест у них выделено под разработчиков, те, кто занимается разработкой методов вселенных. У них стоит большая задача вообще создать это первое в мире виртуальное пространство, где бы человек мог обычные услуги, и в том числе, по кругу товаров, услуг, осуществлять в копии города, ну, то есть, Дубая, потом страны и так далее. Это будущее, которое уже есть, и которое сейчас развивается постепенно по странам. Вот. Но, статистика показывает на то, что это уже реальность, это приходит, это будет еще больше в нашей жизни. Локации для игр, то есть, разработчики игр, разработчики игр активно внедряют, ну, то есть, есть участок земли, вот, активно на нем размещают свои игровые механики, либо игры, и, соответственно, получают еще большую аудиторию. Спасибо за внимание, мне подсказывают, да, что время подходит к концу. На самом деле, это только треть презентации была, да, потому что там, ну, на самом деле, еще очень много, это только разогрировало. Но, в любом случае, да, у меня сейчас там спич-сессия на следующем этаже, вот, и если захотите, я буду там, в коридоре подойдете, я дорасскажу, там, дам листочек, потому что здесь еще есть ценный подарок, да, который мы приготовили для всех участников, кто будет слушать, это раздача NFT-ключей для нашей метавселенной, то есть, ну, можете абсолютно бесплатно их забрать на QR-код. То есть, листовки у нас есть, мы их раздадим потом в коридоре. Спасибо за внимание, и, то есть, все, да, мы уже. Все, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.